всем привет дорогие друзья добро пожаловать на наш мукбанк канал сегодня у нас опять новогодняя атмосфера и вообще зря я купила футболку новую нет не зря буду вступление к видео снимать футболка у меня новая смотрите как вам классно только я не видны вообще видишь на вступление будет видно на вступление будет видно а с бычком не было год быка же вступает а может и есть надо искать я там так бегло просмотрела так сегодня у нас вот такое блюдо то видно у нас и не пойму блюдо то блюдо то вот такое блюдо то вот так оно выглядит шикарно это у нас голубцы из пекинской капусты предвкушаю что будет нам очень сегодня кубикам он любит какие кубики желтенькие предвкушаю что будет очень вкусно сегодня потому что пикиночка нежная нежная попробуем сейчас расскажем свое мнение здесь у нас соус от этих же голубцов здесь у нас плохо видны грибы ложечку не взяли соус чем вот ложка у меня есть грибы маринованные салат чимчи из пекинской капусты с рыбным соусом чимчи мури по-корейски муки чимчи по-корейски маринованная острая капуста просто чимчи из пекинской капусты по-корейски и капуста по-грузински сегодня вот такое изобилие панчан у нас на столе панчан в переводе с корейского называется закуски переводится вернее ссылки на голубцы в первую очередь потом грибы пекинская капуста кимчи мур чимчи муки чимчи маринованная острая капуста просто чимчи и грузинская капуста сколько раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь ссылок на рецепты мы вам мы вам оставим внизу в описании под этим видео переходите на наш основной кулинарный канал готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами а у меня уже я прям этот рассказываю слюной сама буду соус будешь пить пить будем пробовать пикиночка нежная тебе плеснуть хотя давай спасибо пикиночка нежная похрустывает приятно фарш мягкий вкусный обалденно по моему это круче чем из обычной капусты голубцы как ты считаешь ну да капуста к более мягкая очень вкусно тот соус надо кушать соус весь такой тоже густенький за счет морковки за счет друзья это объедение клёво очень даже очень вкусно да с этим соусом еще а с тем попробуем он сливочный он кисленький за счет помидоров кисленький вкусно не только тянется за мной до волокнистая капуста такая тянется а это объедение будешь такую я достаю я все чуть-чуть пробую кстати я купила себе кружку свою же разбила розовую зацените как вам ванильно карамельный чаёв здесь у нас очень вкусно так приветики может сейчас поищу давай вкусно объедение остренького так это на перспективу мы передавали да тамара и сахалина значит нет приветиков а вот это передали из а я гос а я гос из а я гос из казахстана вам огромный привет так вопрос вот еще от мадины был оля как вы уговорили алексея сниматься жду ответ следующем видео как-то уговорился сниматься не на не начально как-то это дело не очень интриговала лобиси салфеточкой поделись поделиться спасибо изначально вообще не хотел даже ничего слышать про мукбанг как-то мне чужие мукбанги как-то не заходи ну я думаю что знаешь почему эта тема на российском пространстве интернета только-только получает развитие и как бы многие сначала этого не понимают как можно перед камерой сидеть чавкать вот а потом когда ну там людям интересно вместе с нами тропедничать кстати готовьте вместе с нами я сказала да и и кушайте вместе с нами и всем друзья приятного аппетита чуть не забыли приятно когда люди понимают начинают понимать что с блогерами мукбангерами очень даже приятно в компании вместе кушать людям начинает эта тема заходить вот почему она тебе стала заходить как ты думаешь не знаю ты кстати бы когда готовилась подмотал посмотрел какое первое видео мы с тобой снимаем или ты помнишь может мороженое примерно в те времена это было а то ты просто мороженого захотелось еще потом скажи а потом же она сказала кормить вне мукбанга не буду да вот она себя и раскрыла какое то объедение мне кажется что-то мясное было первый раз мясное может быть но долго мы и зрители просили и я просила но я вам хочу сказать и зрители подтвердят что с алексеем веселее стали макбанги в том плане что действительно мы с вами вместе сидим в компании когда я сидела одна какой-то монолог вела да сейчас у нас беседы с тобой происходит ну как бы легче и веселее проходит нет напряга знаете просто сидишь непринужденно кушаешь общаешься и люди это тоже стали замечать жить стало легче жить стало веселее очень вкусно вкусный соус еще такое помимо того что за счет помидоров кислый за счет сметаны он еще такое сливочный какой-то ну да очень вкусно сливочное но один соус можно ложкой наворачивать нам рис туда еще бузану и до например да или знаешь что макаронов сварить спагетти залить соусом получится как это два блюда этот каким-то сливочным соусом заливают спаде надо сливками сливки не какой-то есть блюдо прямо на полонеза нет полонеза там фарш вроде карбонара какая-нибудь ну вот может карбонара карабинера так обидно что майку и не видно блин ладно а мы сейчас еще и этот заставки перестали делать и можно вообще уже не только белые покупать на майки да посмотреть еще дамы к этим не обратили внимание зрителя еще у нас хромакей сейчас поменялся кардинально теперь у нас очумелые ручки ольга алексей как это пока все дома ну это же здорово да действительно спасибо вам за ваши отзывы кстати благодаря вашим отзывам собственно мы приняли такое решение наш почему мы и говорим что пишите нам комментарии это очень для нас важно мы не игнорируем и когда нам один человек написал а второй человек написал мы поняли что надо что-то менять действительно мы взглянули на себя другим взглядом и поняли что мы на самом деле как мультяшные получались вот ну и приняли решение сниматься в формате пока все дома ну с другой стороны даже проще монтаж делает легче потому что хромакей ты большой еще съешь три мешутки оставим поделим по одному мне кажется я на один больше съел чем ты я не считаю ешь ты же мужчина то потом говорят что я больше мужчины ем ешь ешь восьмой пирожок никто с тобой не считает да кормить то теперь буду только к следующему мукбангу завтра миша с алексеем поедут на медосмотр не сможешь повторить как ты там справку получал тебя спросили куда надо только бумажку бумажки там написано медсестра спрашивает нужно было получить выписку о перенесенных болезнях вот а едут они куда-то в москву и специальная поликлиника она для спортсменов для спортсменов да ну он может быть не для великих спортсменов а для вот эти вот спортивных школах да все отправляют всех детей называется она же государственной бюджетная вместо там то-то-то учреждения дыма у бабу-бума за бы вы чего-то там буквами аббревиатурами короче голосом нпз ты ктпк нм в тпф филиал номер то я прочитал есть листочка медсестра говорит все поняла по месту требования очень вкусно только надо без хлеба кушать а то меньше поместится прикусываешь хлеб у нас нет на столе хлеба вообще зрителям а то есть нет я я бы без хлеба олег у нас вегетарианец у него свое меню готовим ему отдельную еду вот стараемся чтобы она была обогащенная белками все как положено для веганов а мишутка приходил уже торговался сколько вы мне оставите ели сошлись на трех голубчиках он уже посчитал сколько мама с папой съедят как в анекдоте представляю сколько вы себе положили ну да миша то у нас на диете ему много нельзя есть очень мальчик склонный к полноте вот поэтому как только в сентябре на него стала жаловаться тренер что гоняю гоняю никак не получается мы его посадили на диету даже не мы его посадили на диету а он говорит мамочка помоги мне похудеть пожалуйста мишенька тогда говорю ты должен мамочку слушаться и сколько мама говорит ей столько и есть больше не просить хорошо не боролась 99 коржиков хочу же не 100 то чур не обожраться что точно точно и он уже приходил и торговался мне нравится знаешь что в миша он прощупывает вот это вот как это сказать а вдруг можно 4 а я что-то упущу в жизни понимаешь как бы он пришел я могу два голубца он говорит ты что они же маленькие я говорю но ты же на диете ну максимум 3 у него 4 я бы нет тогда 2 ладно давай ты он сначала прощупал вот это вот да что а вдруг можно 4 а я сейчас упущу этот момент да вот а когда вам сказал нет тогда давай 2 нет лучше тогда 3 и вы четверо трое ко мне если вы сейчас двое ко мне не подойдете и тебе по башке данных а миша тогда со школы выходит сразу папа рюкзак и тисать тисать в это в поле где-то на площадку там на спортивную вот так бы погоняться говоришь ему миша идем домой я быстро мы спешим может быстро не пойдем пытается может быстро да а со мной тоже дам ему там 10 минут 20 я говорю 10 ну хотя бы тогда 15 я говорю нет тогда давай пять минут и пошли ладно все 10 вкуснятина доедай свое моё там три мишина ты мишина кушать на я тушки уже я же я же девочка а тогда купи розовенькую вкуснятина я прям в восторге от этого блюда я сама его готовила первый раз ну как бы нет из обычной капусты я готовила опять-таки старалась молоденькую до капусту брать которая с нежными листочками ну из пекиночки первый раз так приятно она хрустит тянется прям если прям большой лист наматываешь на палочку в рот засовываешь прям так приятно хрустит мне нравится ты тоже наелся на и сюда ну тогда давай будем заканчиваем сытный получился блюдо ну сытный фарш то жирный конечно очень вкусно друзья рекомендуем на 200 процентов и все пончан тоже рекомендуем все очень вкусные кисло остро какие еще там соленые приятно соленые пряно пряные очень нам сегодня было вкусно я прям удовольствие получила ну будем заканчивать это видео если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео и комментарий какой-нибудь хороший напишите нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова пока пока